Высокий рейтинг, чистый автомобиль и отличное вождение. Сергей, 4 года в такси. Мне нравится профессия, таксист. Я водитель с нарушением слуха. Сообщение пассажир видит сразу, как только садится в машину. Тут же несколько вариантов. Как можно обратиться к водителю? Никаких проблем в общении между пассажиром такси и водителем, благодаря современным технологиям, сейчас нет. Всё, что я говорю, водитель в виде текста видит на своём экране. Здравствуйте, поехали. В таксопарке, где работает Сергей, только глухие и слабослышащие водители. Когда вызывают такси, хрухой водитель и клиент знают, что водитель хрухой. Скандалы очень мало, редко. Но, к сожалению, скандалы с водителем-инвалидами не редкость. Одна из последних шумных историй в Краснодаре. Чё ты употреблял? Чё употреблял? В кадре водитель-инвалид. За кадром не знающая этого пассажирка. Она недовольна тем, что таксист не остановился по первому требованию. Индрекает? Я не пугаю. Видео разлетелось по интернету. И лишь потом выяснилось, что 28-летний Евгений Широкий имеет третью степень инвалидности. Салават 6 лет работает таксистом в Уфе. Но когда он не смог ответить на звонок менеджера-агрегатора, его внесли в чёрный список. Я очень расстроился, потому что я содержал свою семью, оплачивал кредиты. Работу очень трудно найти глухим. Здесь удивительно то, что агрегатор не знал, что взял на работу глухого человека. 60 тысяч человек подписали петицию в защиту Салавата. Агрегатору пришлось извиняться и возместить водителю простой. Закон не запрещает инвалидам водить автомобиль. У нас есть определённый список заболеваний, по которым нельзя садиться за руль. А есть большое количество заболеваний, при которых, в принципе, возможно управлять транспортными средствами, в том числе работать таксистом. Должны ли агрегаторы в обязательном порядке предупреждать пассажира о том, что за рулём инвалид? Тут мнения разделились даже у юристов. По закону защиты прав потребителя, пассажир такси имеет право на получение достоверной информации о той услуге, которая будет ему сейчас оказана. Что за услуга в такси? Вас должны доставить безопасно от одного места до другого. Пожалуйста, он же безопасно вас довёз, он вас ничем не обидел. А болтать он с вами не обязан. Не обязан. Но все согласны в одном. Конфликты недопустимы. Договориться можно всегда, в том числе с помощью бумаги и карандаша. Ольга Трубовна.